Мигрантам придется выучить русский язык, историю России и право. С 1 декабря вступает в силу новый закон о трудовой миграции. Теперь, чтобы получить разрешение на работу в сфере ЖКХ, торговли или бытовых услуг, иностранец должен подтвердить свое знание русского языка. В Иванове сертификат о владении языком будут выдавать три вуза. Сейчас русские здесь дают только мигранты, которые хотят получить российское гражданство. Экзамен длится пять часов и состоит из пяти этапов. Аудирование, чтение текста, письмо, грамматика и говорение. Особенно тяжело дается иностранцам грамматика. Ваш товар не взвешен. Прошу вас взвесить товар в торговом зале. Почему вас просят кассир? Илгама приехала из Грузии. Женщина хочет получить гражданство, чтобы остаться жить в России со своей семьей. Русский знает неплохо. Я училась в школе. Русский язык немножко знаю. Для чего ты приехала в Россию? Для документов сделала. Моя семья здесь, муж здесь. Новое тестирование будет аналогичным тестированию по гражданству. Организаторы уверяют, что задания в новых материалах будут на порядок легче. Они по сравнению с теми, что мы принимаем экзамены с 2003 года на гражданство, сильно упрощены. Вот те материалы, которые мы уже проанализировали вчера, мы только что их получили, потому что только что в Москве в РУДЭН прошло совещание центров, главных центров в стране, которые готовят эти материалы. И они еще раз смотрели внимательно перед этим рубежом, перед первым декабря, что является собой по содержанию тесты. Стоимость нового экзамена уменьшится с 5 до 3 тысяч рублей. Но теперь к вопросам по языку добавятся еще вопросы по истории России и праву. Не всякий иностранный гражданин, приезжающий сюда и владеющий русским языком, может по содержанию ответить на те вопросы, которые касаются нашей истории и нашего права. Здесь нужна специальная подготовка. В Ивановском государственном химико-технологическом университете существует целый центр подготовки граждан зарубежных стран. Он работает уже почти 10 лет. Сюда приезжают мигранты из Ивановской, Костромской, Ярославской, Вологодской областей. Мы работу по проведению тестирования начали уже давно. Мы ее ведем с 2003 года. В этом году у нас эта работа активизировалась. Мы подписали соглашение о сотрудничестве с Управлением Федеральной миграционной службы по Ивановской области. Кроме того, в нашем университете создан и успешно функционирует центр по подготовке и тестированию иностранных граждан. Оборудованы специальные 4 кабинета. Еженедельно мы тестируем по 3-4 иностранца. Подтверждать знания русского языка должны как мигранты, которые въезжают в страну, так и те, кто уже живет здесь и планирует продлить действие разрешения на работу. Не попадают под закон только высококвалифицированные специалисты и граждане тех стран, где русский признан вторым государственным. Остальным мигрантам придется осваивать азы великого и могучего в обязательном порядке. Юлия Миронова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.